Как ты относишься к такой поговорке «каждому ашоту по хэдшоту»? На протяжении нескольких веков византийцы применяли секретное оружие, которое особенно широко использовалось в морских сражениях. Это горючая смесь, которая служила как для защиты, так и для нападения. Многие, наверное, догадались, что речь пойдет о так называемом в России греческом огне. Почему же данный огонь называют в России греческим огнем? Потому что широко он применялся в Византии, а Византию иначе называют греческой землей. Однако в Византию входило в очень много государств, в том числе и несколько армянских государств. Мы же с вами постараемся уяснить, где впервые был создан данный огонь, кто впервые стал применять данный огонь, что на греческом означает данный огонь, и какие слова произошли в результате использования данного огня. Сведения об этом я взяла из этой книги, которая называется «Хажоурты под мутян христоматия». Христоматия – история армянского народа. Здесь собраны основной материал, то есть древние историки, высказывания древних историков о армянском государстве и Армении. Разных древних государств. И я с армянского перевела на русский язык. И свидетельство Диона Касси об использовании данного огня в Армении против римлян и греков нашло свое подтверждение. Во время археологических раскопок древнего города Арташата, а Арташат был столицей Великой Армении, близи стен города были обнаружены в большом количестве остатки нефти, которые имели вид черной засохшей смолы. Итак, мы видим, что Дион Касси сообщает нам, что еще в I веке до н.э. армяне применяли данный огонь против греков и римлян. Но как же данный огонь оказался в Византии? Надо еще отметить, что в IV веке между Византией и Персией произошел, разгорелся конфликт, который перерос в военные действия. А так как между Византией и Персией находилась Великая Армения, то эти военные действия были на армянской земле. То есть они воевали на армянской земле. Впоследствии Византия и Персия пришли к соглашению и поделили Армению между собой. Приблизительно две трети отошло к Византии, а одна треть к Персии. И когда армяне, Армения вошла в Византию, то все свои знания, умения в военном деле они поставили на службу Византии, в том числе и данный огонь. Греческий огонь – одна из самых притягательных и волнующих загадок Средневековья. Это таинственное оружие, обладающее удивительной эффективностью, состояло на вооружении Византии и на протяжении нескольких веков оставалось монополией могучей Средиземноморской империи. Как позволяет судить ряд источников, именно греческий огонь гарантировал стратегическое преимущество византийского флота над морскими армадами всех опасных соперников этой православной сверхдержавы Средневековья. Греческий огонь – это горючая смесь, которая использовалась в Средневековых войнах. Впервые ее применили византийцы. Для того, чтобы превратить этот состав в оружие, создавались особые метательные устройства. Чаще всего они представляли собой сифон или синофор – медную трубу. Жидкий огонь выталкивался из него посредством сжатого воздуха, либо мехов, действующих по тому же принципу, что и кузнечные. Получался своего рода огнемет, выпускающий мощную струю. В качестве пушек могли использовать и полые бревна, а в некоторых ранних источниках упоминаются зажигательные снаряды, очень напоминающие более поздние метательные гранаты.